Доброго времени суток, уважаемые зрители! Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Антоха и Димон. Привет, привет. Мы уже где-то даже больше чем месяц не снимали и, соответственно, не играли в этот Майнкрафт. Как-то так непонятно почему получилось. Новый год, дни рождения, всякие праздники. Да тут много чего смешалось. Ух, ёпт. Ну что, валим его? Валим. Валим. Дух. Вряд ли он захочется, чтобы мы его увалили. Он раздрызнет сейчас куда-то подальше. Вот, ну он этот... шустрый какой! Ага... Чася. Всё, мы его вряд ли днём достанем. Одень его головы humans... Одел бы, всё... я забыл кстати про все он уже улетел да похоже на то в общем если если будем валить эндера надо одевать тыквы потому что он буду так туда-сюда прыгать и мы его не достанем да что да то да даже забыл на чем мы там остановились что мы должны были сделать меня кстати 28 железных слитков не помню откуда я их взял а мы шахте по моему были в последний раз да мы много в шахте рыли тоха там пару раз если есть железо сделать мне пожалуйста сапоги железо ага сейчас сделаю но поли ты хочешь так а что тебе именно сапоги и что еще сапоги и штаны а кстати мы тебе уже делали сапоги и штаны я вспомнил а кстати не забудьте чуть там коровок покосить а то у меня тормоза сделаем и у тебя антоха были штаны и ботинки но после того как встретился точнее крипер в пещере грохнул то твои штаны и ботинки куда-то исчезли крипер оставил тебя без штанов димона из-за большого количества живности тормоза мы да это мне не такой уж мощный компьютер нам придется уменьшить их численность кровь до четырех так резерв оставим снова придется опять разводить это может быть если две оставим куда крипер появится взорвется и все не останется коров поэтому цели сначала закончить этот построечку тоже сверху и потом большими темпами присоединяться к вам и не почковаться вот как-то так но это хорошо потому что большая часть всего предыдущего прохождения мы тебя в общем да но дело в том что надо сделать какой-то ориентир и он будет и он будет великолепен а вот так что все это увидит все это может даже услышит ох у меня это золот золотая руда железная что-то не помню откуда но не взялась так ты в скинь дома то да действительно то у меня могут взорвать подорвать и она все попрофукается хорошо что ты это понимаешь а ну спасибо да а и я же антохи должен дать эти ботинки они же у меня валяются тебе антоха их надо забрать камень обжаренный лежит антоха ты где сейчас я слева на так и овец тоже наверно надо съелся нам нужны для шерсти но чуть-чуть уменьшим тоже их численность розовые нам особо не нужны блин я поступил надо сначала постричь их хотя если я постригу я не увижу кого цвета так у нас руда руда куда куда она все увидел в общем рода там где золото и все такое там уже а я сюда еще 9 слитков без на железные руды кинул что метро завалялось так лаймовые овцы нужно оставить принципе штуки 2 что ты уже забыл где стекло у нас стекло в стройматериал а все есть все увидел ориентир как оплот добра и справедливость тут такое огромное количество тыков повырастало практически вся эта дорожка заставлена тыквами я их повырубаю сейчас и пойду куриц размножу пшеницу я даже не буду косить у нас ее так много кактусы тоже особо не нужны давайте как-то тебя как-то тихо слышно прием он сейчас вроде получше такие планы вообще планы меньше поголовье поголовье я уже уменьшил дальше что дальше у нас основной план это нам очень нужно добыть алмазы для того чтобы сделать зачарование потому как у меня уже 39 уровень уже давно пора его скинуть весь зачарование тут дело в том что после какого-то не помню 30 уровня где-то так там приблизительно одинаковое количество опыта надо для повышения уровня а до 30 с каждым уровнем на каждый то есть на каждый новый уровень больше надо опыта то есть с повышение допустим от 35 до 36 надо там к примеру 400 опыта а с повышением от первого до второго 30 опыта то есть гораздо эффективнее скинуть весь до нуля и набрать заново там до 30 чем я буду от 30 до 60 его набирать для того чтобы лучше понять что имел ввиду вот статья про опыт из википедии по майнкрафту а именно в этой статье нас интересует таблица повышения уровня из этой таблицы видно что начиная с 16 уровня для получения следующего уровня требуется уже большее количество опыта то есть до 16 уровня на каждый последующий уровень требовалось набрать 17 опыта дальше это количество постепенно увеличивается и на 34 уровне достигает 83 единиц для каждого следующего уровня эта разница увеличивается на 7 единиц то есть количество опыта необходимое для получения каждого следующего уровня будет 90 единиц 97 и так далее поэтому гораздо эффективнее набирать уровень например до 30 если нужно зачаровать вещи на 30 уровень зачаровывать их уровень сброситься до нуля и дальше уже опять набирать до 30 или же если не требуется зачарование таких уровней если требуется зачарование низких уровней то достаточно набирать уровень до 16 зачаровывать вещи и опять набирать его до 16 и так далее это самый такой оптимальный вариант ну и окончание статьи ну и кроме того если я загнусь то весь этот опыт загинет поэтому надо его зачем зачарование тратить ну и кроме того зачарованной вещи нам сильно помогут и облегчат жизнь например инструменты если зачаровать то быстрее но если это будет на эффективность то быстрее будут добываться материалы на прочность уже их можно зачаровать вариантов там немало курицы нам нужно кто же говорил для перьев перед для стрел можно подземелье да а вот в нижнем мире он же ад вот там от лук очень нужен без него туда соваться фактически и не стоит куриц размножил уже 11 этих яиц появилась кстати опять эти писюльки деревьев висят надо их дару бывать и в принципе можно уже отправляться опять в подземелье за поисками алмазов его мы тут у вас к земле учет антоха я не собираешь так ты поменьше лопат бери потому что землю все-таки лучше брать потому что нам понадобится для чего для строительства кстати тут площадка и так довольно большая вот этот слой в принципе ты можешь еще снять хотя ну этот сладно уже снимай на площадь большая она нам вся норной не понадобится ты тут прямо целый аэродром делаешь футбольное поле до скинь пару лопат и собирают эту землю которая падает на ну и в принципе можно уже от возвращаться ваш уже темно тростник тоже я пока не собираю потому что нам вроде как и не нужен хотя можно собрать кстати землю я наверно сейчас закрываю тут вот воду дорожать туда не падал хотя бы одну траншею и вот тут теперь спокойно можно собирать с этой стороны надо скинуть димон там еще что да просто что-то конструкция мы не совсем совершенно я столкнулся ухты у меня железный меч откуда-то взялся это наверно мой подарок тебе да димон любитель с железными мечами ходить что вы там спать собираетесь ну можно да можно да можно пропустить я сейчас раскидываю весь хлам у меня но накопилось глубокая ночь у нас тронет ну это пока наверно нету железная кирка вот и и да и я вижу далеки это она пусть лежит но так это же я сделал приключение три крипа декабрь один забарь декабрь декабрь да декабрь все нормально пусть там железная там это золотая те камень который обожженный не нужен обожженный камень а вот это я хочу кактус у нас у ящики с едой кстати нам нужно надо будет ящик для яиц сделать яйца в одной ячейке максимум 16 может быть поэтому они быстро заполняют ты спрашивал где обожженный камень то я уже нашел так я еще хотел инструмент сделать так ну что там антон где то я отбиваюсь от получища монстры паспорте там в одиночку куча конечно пошло отходим 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 о что то у меня тормоза такие жесткие начались потому что куча этих монстров ой 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 это будет заходить сюда что там сильно много их там крипер сюда идет суперный балет ну от двери отходите я даже не знаю надо нам черный выход сделать где то от двери отходите ночуем все давайте ночуем все спать спим ну ка он нужно через дверь не взорвется да нет не взорвется нет конечно а кто там кроме него еще есть давай сложись был колдун и два зомбака потому что они вряд ли утром исчезнут хотя мы посмотрим он должен сгореть но они не говорят не тот не тот и не в смысле с колдун и крипер хотя сейчас вроде нету если вы спросите ага есть странно у меня как то вот вышел на улицу аппаратно зашел вот сейчас тормоза такие хорошие довольно таки серьезные а ведь можно уменьшить чисто новец я уже уменьшил нет так что такое еще но пока сброшу откуда они взялись так ну и все таки надо отправляться в подземелье при том ни одному а кто то еще должен со мной туда пойти темно у нас любители покупать нет пока что нет что-то я уже побывал напарник а ты везде смотришь кребет подкрался кто-то забежал сюда я что страшно ты так забежал как будто за тобой кто-то гонится так демона бурная фантазия так печку нужно закинуть булыжник ого это у меня такой угол возможно так факелов я еще сделал а там в сундуке оказывается и так были факелы ну ладно так что димон идем в пещеру не пока я занят я сказал чем ты занят ну ладно тогда я сам пойду в пещеру хотя это очень дерьмовое дело димон ну блин не может помочь я думаю все таки ты рыцарь в сияющих доспехах именно так я не отрицаю ты оказывается отшельник обычно в ржавых доспехах в злой заднице в ржавых доспехах прикинь как на морозе ух да там жопе будет жопа кстати у нас время серии уже подошло к концу мы да довольно быстро поэтому надо наверное до ночи доснимать я так считаю да нет сколько там времени сейчас полдень ну ладно можно еще пару минут поснимать как-никак первая серия после такого застойчика да без вот этого отладочного экранчика о котором я упоминал сложно понять сколько еще до админилова например копать ну так считай что ты в реале ну да это добавляет реализм а то какие-то отладочные экранчики какая-то еще непонятная фигня который на F3 включается о ну конечно уже и секреты сказали ну я кстати уже и раньше об этом говорил ну поэтому мы его не используем потому что без него реалистично я кстати докопал до какого-то гравия непонятно что он тут мотыгу можно было выложить она мне тут не понадобится ну по кашу копаю копаю не галяк вообще полный но вот лава начала булькать рядом ну вот смотри там аккуратно смотри там аккуратно помни о правилах где какие безопасности помню а в правилах лавовой безопасности то что она булькает это означает что уже недалеко до ухты ёпт она прямо под низом можно конечно затопить и а ну потом будет но алмазной кирки у меня все равно то нет чем дело ладно пока так в общем я где-то над лавовым озером наверно дальше чуть прокопать потому как здесь самого толку нету вниз копать железная руда ну наверно мы на этом на находке железной руды и закончим эту серию тем более по часам там уже почти мощь скоро будет 6 наверное вечера шо у вас часы даже есть до часы пока одни у меня так больше и не нужно один может посмотреть и сказать остальным карта еще есть про я такой масштаб большой поставил что толку от нее никакого на ней фиг что увидишь кстати я сейчас открыл она чуть-чуть еще прорисовалась но кашу на бесполезно надо наверное чуть чуть меньшего масштаба сделать итак эту серию мы завершаем спасибо что смотрите нас и до встречи в новой серии всем пока 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 всем пока